Кто хочет жить в мировой казарме, где правило устанавливает только одно государство? Почему равноправие мировых партнеров подвергается сомнению? Язык ультиматумов и менторских нот неприемлем для уважающих себя стран и народов. Сегодня президент России Владимир Путин говорил о глобальной политике и новом мировом порядке, который пытаются навязать почти всем странам. О том, что интересно и что совсем не интересно России. Подробности встречи с российскими послами и другими дипломатами в репортаже Михаила Акинченко. Украинский кризис в последние месяцы стал самой острой темой в международных отношениях. И для российской дипломатии это стало, пожалуй, самым серьезным испытанием за все годы после окончания Холодной войны. Глобальная политика все менее предсказуема, а события в мире развиваются порой слишком быстро. Возрождаются старые конфликты, провоцируются новые. И Украина самый яркий тому пример. Появление такого очага напряженности непосредственно у российских границ невозможно было оставить без внимания. Тем более, что под угрозой оказались судьбы русских людей. Их язык, история, культура. Какой реакции наши партнеры ожидали от нас при том, как разворачивались события на Украине? Мы, конечно, не имели права оставить крымчан и севастопольцев на произвол воинствующих националистов и радикалов. Не могли допустить, чтобы был существенно ограничен наш доступ к акватории Черного моря, чтобы на Крымскую землю, в Севастополь, овеянные боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов, а я думаю, достаточно быстро, пришли бы войска НАТО. Я хочу, чтобы все понимали, наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств, от политических и экономических до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций, права на самооборону. По словам Владимира Путина, любые попытки российской дипломатии уладить дело миром на Украине отвергаются. Накануне в телефонном разговоре с европейскими лидерами и украинским президентом глава российского государства предложил отказаться от использования военной силы и продолжить переговоры. Однако Петр Порошенко все же отдал приказ возобновить полномасштабные боевые действия. До сих пор Петр Алексеевич все-таки не имел прямого отношения к приказам начать военные действия. Теперь он взял на себя эту ответственность полна. Не только военную, а и политическую, что гораздо важнее. Украинские власти отказываются от диалога не только во внешней политике. Хуже другое. Киев не желает говорить и с собственным народом, в первую очередь с жителями Юго-Востока. Мирные люди продолжают гибнуть под огнем украинской артиллерии и авиации. Вы знаете, что растет количество беженцев в Российскую Федерацию. И мы, безусловно, будем оказывать помощь всем, тем, кто в ней нуждается. Но абсолютно неприемлемым является убийство журналистов. И вчера я об этом еще раз напомнил президенту Украины. На мой взгляд, идет целенаправленная работа по ликвидации представителей прессы. Это касается и российских, и иностранных журналистов. А кто боится объективной информации? Видимо, только те, которые совершают преступления. И мы очень рассчитываем на то, что обещание киевских властей по поводу тщательного расследования будет реализовано. Конфликты на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке, по мнению Владимира Путина, это свидетельство нарастающих протестов против однополярной модели мира, когда одна страна пытается всем остальным диктовать свою волю. Пример того, как это порой происходит, угрозы санкций со стороны американских политиков в адрес одного из крупнейших банков Франции. Недовольство Вашингтона вызвало отказ Парижа разорвать контракт с Россией по строительству вертолетоносцев «Мистраль». Мы знаем даже о том, что намекали на то, что если французы не поставят «Мистрали», то из банков потихонечку снимут санкции. Во всяком случае, их минимизируют сильно. Что это такое, если не шантаж? Ну, разве так можно работать на международном арене? И потом, когда мы говорим о санкциях, мы всегда исходим из того, что санкции применяются в соответствии со статьей 7 ст. ООН. Или это не санкции в международно-правом смысле этого слова, а что-то другое совершенно, какой-то инструмент односторонней политики. Нужно избавиться от амбиции, от стремления устроить мировую казарму, расставить всех по ранжиру, навязать единые правила поведения и жизни общества. Равноправие и взаимное уважение – основа, на которой должны строиться отношения между государствами. Россия будет и дальше укреплять взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами. Один из успешных примеров – создание Евразийского экономического союза с участием Казахстана и Белоруссии. Кроме того, несмотря на политическое противодействие, Москва продолжит развивать торговые связи с Европой, прежде всего в энергетике. Это и строительство газовой инфраструктуры, и проект «Южный поток». Все больше европейских политиков и деловых людей понимают, что Европу хотят просто использовать в чьих-то интересах, что она становится заложником недальновидных идеологизированных подходов. Общей проблемой стало нарушение, если вернуться к Украине, Украины своих обязательств по закупкам нашего газа. Киев отказывается платить по долгам. Как в народе говорят, это просто ни в какие ворота не лезет. Но за ноябрь, за декабрь прошлого года не платят, хотя там вообще никаких споров даже не возникало. Наши партнеры прибегают к откровенному шантажу. Именно так это и нужно назвать. Требуют ничем не обоснованного снижения цены на наш товар. Президент напомнил, всего несколько дней назад Верховный суд Украины снял с Юлии Тимошенко все обвинения в превышении служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. Таким образом, высшая судебная инстанция страны признала и законность самого контракта. Тем не менее, киевские власти вместо того, чтобы платить по долгам, пытаются любыми путями уклоняться от обязательств. В том числе и пытаясь организовать так называемые реверсные поставки газа из Европы. Мы знаем, что это за реверс. Это искусственный реверс. Никакого реверса нет. Ну как можно по одной и той же трубе в одну сторону газ подавать и в обратную. Не надо быть специалистом в газовой отрасли, чтобы понять, что это нереальное дело. Ну, там нахимичили кое-чего с некоторыми своими партнерами. Наш газ, по сути, получают и платят кому-то из западных партнеров в Европе, которые недополучают этот объем. Мы все видим. Мы не предпринимаем никаких действий на сегодняшний день только для того, чтобы не усугублять ситуацию. Еще одно стратегическое направление российской внешней политики страны Азии и Латинской Америки, с которыми уже сейчас выстраиваются взаимовыгодные экономические отношения. Можно сказать, что сегодня на международной арене сложилась прочная российско-китайская дипломатическая связка. В ее основе совпадение взглядов на глобальные процессы и ключевые региональные проблемы. Принципиально важно, что российско-китайская дружба не направлена против кого бы то ни было. Мы не создаем каких-то военных союзов. Напротив, она является собой пример равноправного, уважительного и продуктивного взаимодействия государств в 21 веке. Несмотря на возникающие сегодня противоречия, Россия готова и дальше развивать отношения с Соединенными Штатами, но только при условии равноправия и соблюдения национальных интересов всех сторон. Мы всегда стремились быть предсказуемыми партнерами, вести дела на равноправной основе. Однако взамен наши законные интересы зачастую игнорировались. И вы знаете, что вот по поводу различных международных форматов встреч и так далее, если нам отводится роль сторонних наблюдателей, у которых нет решающего слова по ключевым вопросам, представляющие для нас жизненный интерес, то тогда и эти форматы – это не очень для нас интерес. Только за то, что нам рядом разрешают посидеть, мы не должны платить нашими жизненными интересами. И я надеюсь, что эта очевидная вещь должна в конце концов стать понятной и для наших партнеров. Завершая выступление, глава государства поблагодарил российских дипломатов за профессиональную работу в условиях украинского кризиса. Впрочем, ситуация пока далека от разрешения. И впереди еще много работы. Михаил Акинченко, Андрей Мелехов, Павел Рудаков, Михаил Васильев. Первый канал.